В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было три сына. Вот дети и говорят ему, милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем. Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Младший сын ездил и заплутался, выезжает на поляну. На поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всяких зверей, птиц и гадов. Поднялся свокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит, Иван-царевич, раздели нам эту лошадь, лежит она здесь тридцать три года, а мы все спорим, а как поделить не придумаем. Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль. Зверям кости, птицам мясо, кожа гадам, а голова муравьям. Спасибо, Иван-царевич, сказал сокол. За эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь. Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в тридесятое государство, а того государства больше, чем наполовину втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу. Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе? А чего не взять такого молодца? Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую, третью. Стала просить царевна. Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном-царевичем на хрустальной горе погулять. Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнался за ней. Скакал, скакал. Козы не добыл. А воротился назад. И царевны нету. Что делать? Как царю на глаза показаться? Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю. Ваше величество, найми меня стадо пости. Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему три коровы. Коли о шести головах, дай шесть коров. А коли о двенадцати головах, тот считает двенадцать коров. Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о трех головах. Эй, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет. Ну-ка, говорит, отгони мне трех коров. Не жирно ли будет, отвечает царевич, я сам в суточки ем по одной уточке, а ты трех коров захотел. Нет тебе ни одной. Змей осерчал и вместо трех захватил шесть коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея три головы и погнал стадо домой. Что? Дедушка спрашивает царь. Прилетал ли трехглавый змей? Дал ли ему трех коров? Нет, ваше величество, ни одной не дал. На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам. Прилетает с озера змей о шести головах и требует шесть коров. Ах ты чудо-юдо, обжорливая! Я сам в суточки-то ем по одной уточке, а ты чего захотел, не дам тебе ни единой. Змей осерчал. Вместо шести захватил двенадцать коров. А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него шесть голов. Пригнал домой стадо. Царь и спрашивает. Что, дедушка, прилетал ли шестиглавый змей? Много ли мое стадо поубавилось? Прилетать-то прилетал. Но ничего не взял. Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья. И сквозь малую трещинку заполз в хрустальную гору. Смотрит в хрустальной горе. Сидит царевна. Здравствуй, говорит Иван-царевич. Как ты сюда попала? Меня унес змей о двенадцати головах. Живет он на батюшкином озере. В том змея сундук таится, в сундуке заяц, в заяце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коли ты убьешь его, да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить. Иван-царевич вылез из этой горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о двенадцати головах. Эх, Иван-царевич, не за свое дело ты взялся. Чем бы тебе добру молодцу сражаться, а ты стадо пасешь? Ну-ка, отсчитай мне двенадцать коров. Жирно будет, я сам с уточки ем по одной уточке, а ты чего захотел? Начали не сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о двенадцати головах. Разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке – заяц, в заяце – утка, в утке – яичко, в яйце – семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу – будь ты моим зятем. Тут их и обвенчали. На той свадьбе и я был, мед, пиво пил, по бороде текло, в рот не попало. Вот и сказке конец, ребята, а кто слушал, тот молодец. Субтитры создавал DimaTorzok